Сегодня пришла на выставку, посмотрела вправо, влево, думаю, где же Рудем Резванович? Так всегда рада видеть этого человека, честное слово. И бренд прекрасный, всем известный бренд под названием Гематест. Рудем Резванович, генеральный директор и основатель этого бренда у нас сегодня традиционно в Кубе. Практически ежегодно мы встречаемся здесь. Здравствуйте, Рудем Резванович. Здравствуйте. Действительно рада вас видеть. Взаимно. Итак, прошел год, что интересного нового? Достаточно много интересного. На самом деле в плане нашей компании мы подошли к такому уже состоянию, когда качественные изменения в компании происходят. Потому что мы подобрались к числу 500, и это достаточно много для медицинского бизнеса. И важно очень. Многие вещи мы можем теперь делать с легкостью. Второе. Мы достигли хороших успехов в том году, что дает в этом году нам позитивный такой сдвиг. Мы заключили больше 100 консессионных соглашений. Благодаря этому мы вошли в тройку лучших франшиз в стране. Это после всем известного 1С и консультанта. Слушайте, за год 100 договоров в вашем сегменте. Больше 100. 117. Это очень хорошая цифра. Прям колоссальная. А за счет чего? Какой-то сделали качественный скачок. Что произошло? Раньше как-то помедленнее выросли все-таки, да? Медленнее, да. Но на самом деле получилось так, что, видимо, известность бренда достаточно серьезная уже появилась, как я уже говорю. То есть уровень вырос. Доверие вырос. Ну и при этом у нас же есть какие-то вещи, которые мы реально заслужили. Мы получили, допустим, знак качества потребителя. То есть реально потребители нам доверяют. Качество услуг их устраивает. Стали клиникой года. То, что нам доверяют и врачи в том числе. Это высокое доверие врачей. Высокое доверие пациентов. Это и работает, наверное, все-таки. Потому что, чтобы там активно двигать, мы двигали как и раньше. Ну, коллектив, конечно, изменился. Плюс огромный какой. Что мы смогли сделать, мы решили, что мы гораздо раньше с нашими партнерами будем сотрудничать в плане раскрытия всей информации. То есть если даже не подписав никаких документов, мы рассказываем и показываем все внутренности нашей компании, как это работает, где это работает, каким образом. Более того, мы миксуем группы, когда уже на стадии вхождения в сеть, на стадии середины и на стадии еще человек вообще не определился. То есть мы доступны в этом плане, открыты. И, возможно, это тоже какое-то доверие вызывает. Безусловно, вызывает, да. И в этом плане мы, конечно, уже можем сказать, что у нас многие процессы стали намного лучше, прозрачнее и меньше вопросов. Я понимаю. При этом мы понимаем, что у нас не было закрытий таких глобальных. То есть то, что мы для себя вот закрыли, несколько тоже, но это явно вот как бы сдержки, как говорится, количества возможные. Вообще вот этот замечательный тренд, вот эта нацеленность с каждым годом все больше российских франчайзеров приоткрываться. Мы и по Golden Brand тоже заметили. Если в прошлом году было очень сложно убедить компании приоткрыть свои финансовые показатели, некоторые другие. То есть там несколько лет назад на нас вообще смотрели, как на сумасшедших. Мы вам что-то там покажем, нет. Хотя это нормальная мировая практика тут. В этом году в Golden Brand, в котором вы, кстати, тоже участвовали. Удачи вам сегодня вечером на церемонии. Как-то проще стало. И действительно очень многие компании, ну такие уже мастодонты, да, вот франчайзинга, они уже понимают, что без вот этой открытости и прозрачности сложно. Не доверяют люди, они хотят посмотреть, что изнутри уже на старте даже выбора. Не говоря уже о том, когда они входят уже в партнерство. Поэтому тренд, конечно, и тетрадок. Ну да, мы тоже готовы открывать, но без адресов, без семью, все-таки коммерческие тайны существуют. Мы уважаем интересы наших партнеров, поэтому в рамках дозволенного всегда мы готовы общаться. На самом деле еще, наверное, что повлияло, понимаете, мы в рынке растущем в любом случае все эти годы, он только растет. Темпы развития нашей компании в разы превышают темпы рынка, что радует, конечно. Но я думаю, бизнесмен понимает это, замечает и рискует, и пробует, и, в общем-то, не проигрывает. Вот это тоже очень радует. Потом наше положение в компании, когда у нас есть уже бренд на рынке, и в то же время у нас еще много территорий практически не охвачено. Новые территории, вы имеете в виду все-таки, ну не города, там Москва, Питер, миллионники, все-таки уже развитие куда-то в другие места, да? Ну вы знаете, Питер у нас практически, мы очень поздно в него зашли, очень поздно мы там, грубо говоря, пятые, но очень дальше. Будете исправлять ситуацию? Будете исправлять ситуацию, да, но и другие, все дальние, это Урал, Сибирь, ну Юг, Поволжье, это, то есть у нас есть над чем поработать, и мы набираем вот этот потенциал, как бы, насколько возможно, и будем акцентировать, и больше давать возможности. То есть что мы хотим, вот, уже начиная с этой выставки, специально для сегодняшней выставки мы подготовили уже обновленное предложение для партнеров, количество достаточное, чтобы отбупать вот это все продвижение, да, и мы поняли, что мы можем, в принципе, дать более льготные условия для региона. То есть сегодня мы уже снизили кое-какие цифры и понимаем, что по ушами нам, и мало того, мы способны уже сейчас в связи с ростной компанией, с ее уже достатком помогать в локальной рекламе в том числе. Это уже как бы шаг вперед и шаг в поддержку нашим партнерам, тем более учитывая все-таки еще последствия кризиса существуют, и хотелось бы, чтобы вот вместе с нами они почувствовали уверенность в завтрашнем мире. Вот за последний год те люди, которые интересуются вашим брендом, да, ну то есть у потенциальных франчайзи, они сами каким-то образом изменились, они, может быть, изменили свои требования, да, ну конкуренция растет среди вас, франчайзеров, да, соответственно, и потенциальные покупатели чувствуют, что они нужны, они востребованы, инвесторы действительно сейчас почувствовали свою силу. Рынок все-таки покупателя, да, вот до сих пор рынок покупателя. Конечно, рынок покупателя, дай бог, конечно, кто-то пробует, кто-то ошибается из них, понятное дело, вот выбрать вот это качество, где и цена, и качество хорошие, конечно, это непросто, но реально нас радует. Именно портрет нашего франчайзи, ну кардинально изменился. Да? Да, был период, когда это вот разношерстные были, как бы, контингенты. Потом у нас появились первые такие более-менее интересные молодые бизнесмены. А сейчас это в большинстве достаточно зрелые, продвинутые, образованные, вопросы интересные, очень много появляется у нас из медицинского сообщества. Бывшие врачи вы имеете в виду? Врачи и бывшие, и действующие, и имели какое-то отношение к медицине так или иначе. То есть мама, папа, брат, сестра. То есть вот таких больше становится. Опять говорит о том, что доверие вот медицинского сообщества высокое достаточно. Это нас радует. Много еще достижений, которые тоже влияют. Мы вот инвестируем много в производственную площадку. Мы получили вот награду у нас вообще как бы в истории. И есть такая компания, она входит в пятерку мировых, Бектон и Диккенс. Мы с ними подписали контракт, поставили оборудование. Это первый контракт прямой между лабораторией в России и производителем из США. То есть в это время мы смогли получить, более того, мы получили поддержку финансовую Сбербанка. И нас параллельно кредитовал Европейский банк. То есть в этом плане мы смогли вот эти всевозможные проблемы государственные в виде санкций обошли вообще великолепно. Чего вы ожидаете от реализации этого проекта? Что это будет? Задача стояла следующая. Мы же тоже были одни из первых, кто открыл. Мы были первые в микробиологической лаборатории, кто открыл на санкции. То есть на начальном периоде развития мало кто имел. Мы когда одни из первых открыли, мы понимали, что потенциал хороший. И у нас коллектив был в этот момент уже прекрасный. И объем достаточный, чтобы развиваться дальше и окупать такие проекты. При этом, а, не повышая себестоимость и цену услуги. И, б, улучшить срок выполнения. Когда это важно для человека, которому грозит, извините, смерть. Ну, сепсис крови. Человек очень быстро может скончаться. Мы можем в течение суток выдать результат. До этого не было такой возможности. Никакое оборудование не позволяло. И это оборудование позволяет. Ну, и мы получили награду от БЭКНОМ ДИКЛИ за медицинские инновации. Поздравляю вас. Поздравляю. Давайте поговорим о рынке франчайзинга в целом. Можем сузить тему нашего разговора. Поговорить только о том сегменте, в котором вы работаете, в медицинской лаборатории. Но, зная ваш кругозор, я бы задала вам вопрос более общий. На ваш взгляд, что самое интересное сейчас, вот в этом году, происходит на рынке франчайзинга в России? Вот вы наблюдаете, какие такие общие тенденции, которые могут быть характерны для всех сегментов? Ну, то есть, их ловят разные компании, которые специализируются на разных услугах, неважно, ритейле или общепите. Вы знаете, я, конечно, ритейл, общепит, мне сложно, как бы, апеллировать чем-то или как-то. Но есть какая-то, да? Я, конечно, смотрю, замечаю, что не открывается. И когда мне, вот я слышу, вот, читаешь какую-то там переписку, что-то говорю, вот, ну, я не буду говорить там про бренды какие-то, ну, пишут там, шоколадница, там, извините, там, пишут, там, говно. Вот грубо, да, ну, вот так. Блин, ну, а мне вот она нравится. Я вот реально захожу в аэропорт, я знаю, что я съем салат и не отравлюсь. Меня устраивает цена, местоположение и качество сервиса. Потому что мы также сервисная компания. Если цена, качество услуги и сервис нормальный, то пациент или клиент все равно придет. Кто бы что ни писал про голову. В плане нашей, как бы, отрасли, если вот так закрыть, ну, вот посчитали, у нас такого не было еще, наверное, ну, там, могли все вместе 100 в год открыть. Вот в этом году мы посчитали по итогам 7 месяцев, наша группа, нашу отрасль открыла 250. Потрясающе показать. 50 отделений по стране, это цифра. Да. То есть, эта погода будет, извините, под 400. Сколько пройдет лет, прежде чем наши франчайзеры из вашего сегмента прям вот полным ходом пойдут за границу? Вообще это когда-нибудь произойдет? Конечно будет происходить. Ну, прям первые вылазки такие есть, не у всех игроков, но какой-то экспансии не наблюдается. Мы хотим, мы хотим, мы хотим, и попробовать хотим, и начать хотим. Другое дело вот так заявлять, как мы туда придем, и успешно будет, или опыт, или не успешно, мы не можем гарантировать. Ну, как говорится, на все более слышнего. Будем стараться свой опыт как бы использовать, какой есть, и там мы видим реально потенциал, потому что все равно мы понимаем, что рынок насыщения будет происходить. Я так полагаю, что это будет там порядка, не знаю, 5 лет, и здесь уже, в общем, очень сложно будет что-то предлагать. Конечно, кто-то какие-то ниши найдет, и какие-то региональные игроки будут стараться что-то там делать, и понятно, что смогут они это сделать, и найти эти ниши. В целом, я думаю, будет меняться характер немножечко, услуги совершенствоваться, какие-то новые интересные предложения будут делать, то есть работать еще есть над чем очень много. То есть горизонт 10 лет работы... Непочатый край. Непочатый край. А вот в международном рынке... Какие страны? Более того, СНГ это как бы естественно в большинстве. А вот из дальнего зарубежья, ну я вот прямо точно знаю, что вы уже в себе в голове какие-то страны держите. Куда? Куда в первую очередь? Ну мы постараемся в Средней Азии попробовать себя, как бы для меня это будет более-менее понятно. И дальше все-таки нас интересует ближе к югу. Ну конкретно, какие? К югу это много разных стран. Я, например, также вот рассмотрел там Ирак, например. Понимаете, то есть прекрасная страна, в которой можно будет поработать. Там Афганистан. Почему нет? Смело. Да, я как бы вот туда больше смогу. Конечно, наступит в будущем и европейские какие-то вещи, но тяжело как бы слишком далеко заглядывать и слишком мечтать. Надо еще пытаться на земле тоже ходить. Хорошо. Руден Борисович, завершая наш разговор, ну не могу, конечно, не поинтересоваться, как вам в этом году выставка. У вас на стенде люди приходят, интересуются, как вы довольны вообще конверсией. Все-таки первый день уже прошел, уже можно что-то подвести, какие-то итоги. Как бы я совершенно говорю, если не управ, у нас из года в год только лучше. Хуже не было ни разу. Даже 14-й, 15-й год и 16-й. Даже в 14-м не было хуже? Не было. Я уже говорил об этом, что у нас, мы вот считаем все, кто у нас был, то есть четкий просчет. То есть там разница, несколько человек, она как бы погрешность такая очень маленькая, когда у тебя за сотни. В этом году уже даже, когда я, как говорится, уже сюда подходил, у меня вот была вот четкая уверенность, что процентов на 20-25 побольше народу будет, побольше потенциальных партнеров. Ну, понимаете, работа того же байбренда, это же все-таки просвещение, что такое франчайзинг. Люди реально начали понимать, реально ощущение, что начинают доверять. Понимаете? То есть качество все-таки посетителя растет? Вообще, это абсолютно разные люди. Но и мало того, они же и вопросы задают, и могут взвешивать, и могут оценивать. Как говорится, спасибо им, что они выбирают адекватно уже, но настолько, что понимают, что молодцы. Ну и молодым компаниям хочется, чтобы они тоже росли. Конкуренция в этом плане, она только нас бодрит. Не боитесь молодых, рьяных конкурентов? Нет, совсем не боимся. Ну, а как бояться? Чего бояться? Боимся только одного, всевышнего, а основного как бояться? Чего бояться? Ну что, мы же не на войне? Убивать друг друга не будем, я думаю. Ну, тогда честной вам конкурентной борьбы. Спасибо, что заглянули, я с вами не прощаюсь. Увидимся еще в течение следующих дней работы выставки. Рудем Резвандж Газиев, основатель и генеральный директор компании Гематест, сегодня был в нашем стеклянном клубе под названием ByBrand.ru. Спасибо, Рудем Резвандж. И вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин